всем привет ну поставим ближбит на винду на восьмерочку язык ну я выберу английский для меня это без разницы ну и предлагаю сразу запустить его ну соглашаюсь ну давайте посмотрим значит вот у меня значит есть значит мои хорошие знакомые Андрей Овчар и Владимир Терещенко они мне порекомендовали значит воспользоваться вот такими вот настройками то есть вроде бы как с ними значит вот ну лучше все это дело будет работать потому что на линуксе я наставил бличбит но не пошел на меня в Голхроме значит они тоже рекомендуют оставлять вот такие вот вещи в офисе да ради бога в скайпе я тут трогать ничего не буду а в системе в скайпе я тут делается в теме предварительно, что нам откинет. Обещает высвободить 1 гигабайт пространства. Ну что ж, да согласимся. Пускай удаляет, посмотрим. Ну вот, программа сообщила, что, значит, освобождено 1 гигабайт пространства и было удалено 415 файлов. И на винде, на восьмерочке, по крайней мере, BleachBit у меня отработал довольно-таки быстренько и чистенько. Вот, значит, ну что, ну мы можем сейчас еще раз посмотреть, что у нас тут осталось. Тут остались совсем крохи. Не знаю, что там у них. Ну, еще раз попробуем удалить. Ну, это практически все, что он может. Ну, в принципе, вполне устраивает. Ладно. То есть, на винде BleachBit, по крайней мере, скажем так, ну, работает. Как, значит, можно все это дело найти? Вот официальный сайт. И, значит, на официальном сайте вот имеется раздел загрузок. В разделе загрузок, значит, имеется, значит, Linux и Windows. В зависимости от того, на какой операционной системе вы его собираете ставить, вы нажимаете вот сюда и попадаете в отдел загрузок. И вот у вас идут. Есть для минта 17-го, там, 13-го. Я не знаю, почему. У меня всегда все очень хорошо шло вот на дебяновских файликах. Или на 7-м, или на 8-м. Ну, можете попробовать вот Linux Mint 17. Ну, они тут даже и пишут, для каких сборок. Каяна, Ребекка и Рафаэла. То есть, Рафаэл, это вообще, по-моему, там одна из самых последних сборок. Поэтому нажимаете, допустим, сюда. Тут идет сообщение, что, значит, скоро начнется загрузка. И вот он предлагает, куда сохранить. Ну, благо дело... Так. Вот у меня есть Linux Soft. И здесь вот я его и сохраню. И пусть он здесь себе и сохраняется. Почему у меня, скажем так, Windows 8 выглядит несколько необычно, неплиточно? Потому что я к ней, значит, приделал классическое меню для восьмерки. И, значит, также, значит, еще добавил там гаджеты. Вот у меня, значит, все это дело здесь, вот, занимает 29,2 мегабайта. Ну и как попасть на мою кладовочку? Под любым, практически, моим видеороликом. Вот, под любым, вот, если взять, вот, вот, все мои видео, да? Вот кликаете, вот, ну, на любом. Ну, допустим, здесь. Вот идет кладовочка на мега. Попадаете сюда. И вот, значит, на этой кладовочке на мега, значит, ищите Windows 8, нажимаете на классическое меню, нажимаете на загрузить, стандартная загрузка, скачиваете, разворачиваете, и там у вас будет классическое меню, и там же, по-моему, будут еще вам и гаджеты. То есть, возможность, вот, установить вот эти вот гаджеты. Я к ним в семерке очень привык, они мне очень нравятся. Можно, значит, скачать и отсюда тоже вот классическое меню. Так что, вот, можете попробовать, значит, здесь. И, если вам этот внешний вид восьмерки понравился, значит, можете пользоваться вот этим классическим меню. Ну, для меня он как-то более привычен и более приятен. Поэтому, значит, что я вам могу сказать, почему? Значит, у меня долгое время стоялось семерка, но, поставив восьмерку, я убедился, что все те же программы со всеми настройками занимают у меня где-то гораздо раза в два меньше места. Почему, не знаю. И восьмерка у меня по сравнению с семеркой шевелится гораздо быстрее. Единственное, значит, что исчезло, если раньше я из линукса мог попасть на раздел, на котором у меня была записана семерка, то здесь этот номер не проходит. Линукс с восьмеркой, он этот раздел, значит, пишет, что не может к нему подсоединиться. Вот, скажем, и всего лишь. Ну, для меня это, как говорится, не проблем, потому что у меня сделана кладовочка-переходник, на которой, значит, диск D на отформатированном формате, значит, НТФС, где у меня хранится вся необходимая информация. А доступ к кладовочке у меня имеется как с винды, так и с линукса. Вот такие вот дела. Восьмерка, поначалу я очень к ней свысоко относился, но поставив, попробовав, вот могу вам так сказать, что восьмерочка-то работает поживее. Вот таким вот образом. Ну, ладно. Итак, поставим Бличбит снова. Так, у меня он находился в Linux Soft. Вот он он. Двяновский файлик, специальный для Минта. Посмотрим. Пишет, что более старая версия доступна. Зачем нам более старая? Возьмем новую. Заведем имя пользователя. Вернее, пароль. И пусть он тут себе его ставит. Ну, вот уже тут предлагается запустить. Запустим. Останется английский язык, русский, да? Устраивает. Итак, рекомендации какие? Ну, вот, допустим, вот здесь вот у меня, значит, мне не рекомендовали ничего делать. Но мы можем сделать вот, просто сделать просмотр. Так вот, просмотр вроде бы как дает корректные, скажем, результаты. Ну, оставим. Баш тоже. у фаерфокса рекомендуют, значит, вот до паролей доходить, остальное все убирать. Ну, когда я не буду, система. В системе тоже рекомендует, что? рекомендует доходить доходить. Вот, корзины, временные файлы и буфер обмена. и больше ничего там не рекомендуют. Ну, посмотрим, как это будет выглядеть. Обещают освободить аж на 148 мегабайт. Ну-ну. Ладно. уберем. Итак, значит, довольно-таки шустренько. Программа освободила 157 мегабайт у меня. Значит, опции были вот такие. Видите, да? почему-то я у себя не встретил Google Chrome, хотя он у меня установлен. Не знаю, почему, но, как говорится, ладно. Вот, таким, значит, образом программа BleachBit чистит все вот эти вот дела. Хотя, как я уже вот и говорил, что мне лично понравилась вот эта программулина. вот я нажал на частный браузер. Нет. Вот она. Ubuntu Tweak. Здесь тоже вот есть хорошая опция очистки. Вот она и приложение может почистить, и систему. Ну, допустим, Chrome здесь она увидела. И, допустим, в Chrome значит, вот, пожалуйста, могу нажать очистить. Просит пароль. Сейчас будет чистить Chrome. Все. Вот так вот. А почему, допустим, BleachBit не увидела Chrome, вот, мне это, честно говоря, даже как-то интересно. Потому что в предыдущей версии все-таки Chrome она видела, я там чуть ли даже не дважды она его видела. Вот, запускаем BleachBit. Ага, ну вот. Ага, теперь вот тут уже и Chrome у нас появился. ну, великолепно. Ага, ага. А что это у меня хранилище? Мне это не надо хранилище дома. И сжимать базу данных не надо. И вот это не надо. А вот, допустим, ваш журнал уберем. Тут вот еще есть списки пакетов появились. Ну, пускай будут. Так. Здесь опять-таки вот я убираю до паролей все включительно. Флаж ради бога пусть чистит все. И вот Google Chrome еще раз появляется. Вот я дохожу до паролей все убираю. Все остальное оставляю. КДЕшка. Ну, у меня КДЕшка вообще, как говорится, рядом не стояла. LibreOffice. Ну, LibreOffice пускай чистит. Скайп я пока не трогаю. так. VLC вообще непонятно. Ну, давайте посмотрим. Что здесь у нас тут откинет? И еще 55 Мегабайт обещает очистить. Ну, ну. Вот все эти обещания. Пишут, что для свопа значит не супер юзер. Да ради бога. И начинаются танцы с бубном. Песни до окончания осталось только-то и так далее. Да не буду я ждать вас, ребята, вот шипановой запущу и пройдемся снова по настройкам. Firefox Flash Google LibreOffice VLC А вот система ну-ка подбираю это я оставлю только временные файлы буфера обмена и коррозима. да что она здесь откинет пусть она все это дело и уберет только дам два что-то там она нашла две ошибочки файл 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 блокировки не дали но ничего с этим как говорится ладно жить можно считаю что систему почистили ну в любом случае значит файл значит программу Bleach Bit использовать можно причем у нее хороший момент какой что эта программа она кроссплатформенная ее можно использовать и на линуксе и на винде так же как и LibreOffice и так же как программа Cherry3 это является большим плюсом и так я значит вам рекомендую что посмотреть покопаться с настройками этой программы подобрать что у вас будет работать наилучшим образом и как говорится пользоваться в свое удовольствие она несколько сложнее чем твики честно говоря мне твики больше устраивает потому что тут просто все взял отметил если надо что-то почистить здесь нажал очистить и все здесь надо покопаться но тем не менее значит рекомендую и также рекомендую вот не зарываться не чистить там каждые полчаса себе компьютер мент нормальная устойчивая хорошая операционная система и пылесосить ее следует грубо говоря там ну раз там одну в две недели вот допустим даже вот здесь вот у меня в менеджер обновления я тоже вам показывал да в параметрах значит вот во первых уровни я сделал только два уровня отметил чтобы она делала обновление вот видите у меня стоит две недели так вот теперь ребята смотрите сюда раз в месяц достаточно вот я не хочу что пользователи там каждый там 30 там 35 минут обновлялись и как обезьян обезьянки все это дело делали достаточно раз в месяц посмотреть на обновление обновить опять-таки о чистоте там ваших всех этих чисток но если вы замечаете что система стала несколько более тормозить ну тогда пошли почистили ну это бывает обычно там один-два раза в месяц не надо вам по пять раз на день все это дело брать чистить и так далее вот поймите ну скажем так ну это должно быть правило золотой середины то есть по мере необходимости вот и все ну ладно желаю значит всем удачи еще раз хочу поблагодарить значит Андрея Овчара и Владимира Терещенко что они все-таки меня носом ткнули заставили еще раз сделать видеоролик о Бличбите ну тем не менее как говорится видите теперь вы знаете что Бличбит может работать и на Винде и на Линуксе ну и плюс как там разные делать настройки желаю всем удачи и до новых встреч 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 Продолжение следует...